Доброго времени суток, друзья, с вами Аиф. Это у нас GTA Online, ну и буквально несколько дней назад у нас с вами в GTA вышло крупное обновление Судный день. С этим обновлением было добавлено огромное количество автомобилей, дорогих, не очень дорогих, но всё же приличное количество автомобилей, рок-стары, пожелали оставить на потом. Ну и несколько из таких автомобилей мы с вами посмотрим сегодня. Ну что ж, друзья, и первый у нас на очереди автомобиль под названием Comet SR. Мы с вами стоим на взлётной полосе, дабы посмотреть, какую скорость сможет набрать этот автомобиль за довольно протяжённое расстояние взлётной полосы. В этом нам с вами будет помогать спидометр снизу, ну и как бы 166, 170, 175, 178, 180, 187 километров в час. Максимальная скорость, которую мы смогли получить на этом автомобиле с вами. Ну и просто посмотрите на него, автомобиль у нас сейчас в максимальной прокачке здесь, и он выглядит довольно-таки круто. Сказать, сколько он будет стоить пока что невозможно, об этом знают только сами Rockstar. Мы же с вами это узнаем, когда этот автомобиль откроют для покупки. Это случится в один из вторников, как это уже и происходит с последних обновлений. Ну а второй автомобиль, который мы с вами посмотрим, это Grotti GT500. Такой автомобиль аналог старинных спортивных автомобилей. Опять же, сколько он будет стоить, неизвестно, непонятно, это мы узнаем в один из вторников. Но, тем не менее, давайте мы посмотрим, что может эта машина. Ну и как бы довольно-таки резво по скорости она начинает набирать. Я не удивлюсь, если она будет немедленнее, чем до этого КМТ-СР. Но, всё же нет. 163, 164, 165, 160... В районе 170 километров максимальная скорость на этом автомобиле. Выглядит он в таком ретро-стиле и определённо понравится людям, которые любят старые коллекционные машины. Ну вот мы с вами и добрались, друзья, до самого сочного, на мой взгляд, автомобиля из этой четвёрки. Это автомобиль Fister Neon. Он электрокар, вы, в принципе, это можете услышать по звуку его двигателя. Стоить он будет довольно дорого. Ну и давайте посмотрим, сколько это дело, красивое, спортивное, имеет скорость. Какую? Ну, просто посмотрите. Мы просто прожали, и мы уже вышли с вами за 170. Но я не думаю, что мы выйдем с вами больше, чем за 200 километров. И максимальная скорость в районе 183 километров в час. Несильная разница по сравнению с первым нашим автомобилем, с Комет СР. Но всё же, этот автомобиль набирает скорость в разы быстрее. И он у нас, опять же, как и все автомобили, в полном тюнинге. Поэтому на стоке, я думаю, его скорость будет, ну, километров на 20 поменьше. И не будет он набирать с такой скоростью скорость. Ну, а последним автомобилем в этой четвёрке у нас с вами автомобиль с очень сложным названием Anbermatch Trivolter. Вы можете видеть, что на него можно будет также применять раскраски, как и на аналоге Bentley в GTA Online. Такой раскрас красной летней рябины с листочками выглядит довольно-таки прикольно. Но всё же, давайте посмотрим, на что этот автомобиль способен по скорости. И набирает скорость он довольно-таки резво. Набирает скорость он действительно резво. Но, опять же, он у нас не стоковый. Он с максимальной прокачкой, как и все автомобили. И заметьте, 170 километров в час, 170, 183, 186. Это самый быстрый автомобиль из тех автомобилей, что мы сегодня с вами тестировали. Если брать разгон по взлётной полосе. И я не думаю, конечно, что по максимальной скорости он должен быть быстрее, чем не он. Но вы сами можете видеть. 176. Ну, его предел 176 километров в час, где-то. Ну, а если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк. И как только на этом видео наберётся 25 лайков, мы с вами посмотрим ещё несколько закрытых автомобилей. Ну, а с вами был Айв. Всего хорошего.